ДНК оценка. И сегодня я хочу рассказать про случаи, которые у нас встречаются, когда мы оцениваем это увеличение уставного капитала. Что с чего он нужен, какая последовательность должна быть соблюдена. В первую очередь вы, естественно, в начале своих затраты собираете на затратных счетах. Далее вы это все вставите на баланс, либо вы можете заказать по оценку заранее и уже по рыночной стоимости включить на баланс предприятия свой нематериальный актив. Далее, так как у нас рыночная стоимость высокая, мы здесь, получается, создаем добавочный капитал. И за счет добавочного капитала мы уже можем увеличить свой уставный капитал. Что нужно для этого, это решение участников общества, либо акционеров, либо участников ООО. Потом делается заявление по форме 13. Далее обязательно нужно приложить документы о регистрации на нематериальный активный объект и отчет об оценке. Это все подается в налоговую. В течение месяца налоговая рассматривает и уже выносит свое исключение, что да, у вас уставной капитал увеличили. Следующее, что в чем плюс нематериальных активов. И мы уже говорили много всего, неоднократно об этом говорили. И это, естественно, что когда мы увеличиваем свои активы, мы становимся на рынке более конкурентоспособными. За счет того, что у нас есть добавочный капитал, за счет того, что наши активы увеличились, за счет того, что уставный капитал мы тоже увеличили. Естественно, это является большим-большим плюсом. Что еще хотелось бы сказать по поводу группы компаний. Здесь уже была затронута тема, что это может являться как способом оптимизации. Да, это действительно так. Единственное, здесь действительно нужно смотреть, чтобы не посчитало налогового органа, что это является эффективной сделкой. Обязательно должно быть все документально подтверждено, экономическое обоснование в первую очередь должно быть соблюдено. Но что мы в итоге получаем? Когда мы передаем, у нас есть компания, которая занимается чисто регистрацией нематериальных активов. Все нематериальные активы у нее хранятся на балансе. И эта компания передает группе компаний в аренду свои нематериальные активы. Как еще соптимизировать и доказать, что, объяснить налоговой, что это действительно, ну мы не из головы взяли арендную стоимость, а что это действительно рыночная стоимость, что это по факту мы рассчитали так. Естественно, можно обратиться к оценщикам, они также это сделают, оценят нашу арендную стоимость. И мы здесь, имея документ заключения, также можем передавать и уже более спокойно списывать все в затраты. А для чего надо, то есть вы говорите, уставной капитал, это, в общем, потом отвечать за эти шансы. А, то, что уставный капитал увеличивается. Зачем уставной капитал увеличивать? Ну, уставный капитал по разным причинам. Один из них это как раз таки капитализация, это то, что мы становимся на рынке конкурент более конкурентно способны. Но у нас баланс и так увеличивается, поставили 40 миллионов на... Опять-таки, наши, вот согласно законодательству, мы несем, отвечаем своим уставным капиталом перед нашими покупателями. Да, и здесь, если мы увеличиваем свою стоимость, если мы, допустим, финансовая компания, то у нас в априори не может быть маленького уставного капитала. И за счет того, что у нас есть свои активы, свои нендиальные активы, мы можем их увеличить, не обязательно внося какие-то свои финансовые денежные средства, либо еще какие-то другие активы, когда мы можем воспользоваться тем, что у нас есть. То есть это тендерные процессы и прочее, да, когда нам надо показать большую ответственность. Да. Вы за счет переоценки это делаете? Что именно? Вы говорите, увеличиваемый уставный капитал. За счет переоценки, а как вы определяете активный рынок, материальный факт, то, что есть смотренная... Это уже делают определенные специалисты, оценщики, и это уже... Это уже конкретно более... Это уже третий раз мы обсуждаем. С родителями, мы лично решаем этот вопрос с родителями. С родителями, я имею в виду, что надо брать по оценке в месяцах. Оценки в месяцах. Они будут отбирать у вас в следующих службе. Но, к сожалению, трансэнер как раз и не привлекло средства. Все это устало бы капитал, и им дали вот эта тройка наших аудиторов на того заключения, что нет достоверной оценки, потому что нет активного рынка. Небольшое, небольшое добавление, любая связанность в отношениях, чароватые последствия. Поэтому не надо говорить о оценке в отношениях, а лучше говорить о оценке в отношениях. Слово правильное. Подведем итоги. Я надеюсь, что каждый из присутствующих здесь в зале вынес что-то новое от общения с экспертным сообществом. Сегодня 21 ноября этого года при поддержке Министерства экономического развития Республики Татарстан корпорация МСП будет проводить стратегическую сессию. Поэтому если у вас есть знакомые, связанные с бизнесом, малым, средним, микро, приглашайте их. Я хоть и не уполномочен делать такое объявление, но буду в числе выступающих и расскажу чуть больше, чем имел возможность рассказать вам сегодня про кредитование. Есть еще три вопроса, которые я хотел коротко рассветить. Это то, что Роспатент при участии машиностроительного кластера Республики Татарстан, действуя параллельно, вышел на Государственный совет Российской Федерации с инициативой его продления льготы в рамках действующего еще 166-го федерального закона, по которому освобождаются предприятия от налога на прибыль при инвентаризации своих активов. Мы предлагали сначала продлить это на период действия всех национальных проектов, но после очередного отказа Министерства финансов, которые либо согласовывают за эту налоговую инициативу, либо их не согласовывают, решили ограничиться в 2020-2021 годах. Хотя бы, да, чтобы посмотреть, как это будет. Второй момент, что опять же при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации мы в очередной раз, поскольку мы уже с этой инициативой выходим 3 года подряд, наверное, с периодичностью 3-4 месяца, введили в необходимости сохранения и вынесения на очередное согласование инициативы о том, когда экспортеры, включая малый и средний бизнес, будут получать освобождение от налога на прибыль при экспорте права за результаты интеллектуальной деятельности, за иском учения средств индивидуализации. Мы просили сделать сокращение с 20% до 5%, но Министерство экономического развития не только нас поддержало, но и решил немного усилить, и они предлагают сделать вообще нулевую ставку. Но это пока только рассмотрение. Периодически, когда инициативы эти или иные согласовываются на федеральном уровне, часть инициатив либо трансформируется в тексте, и к итогу, когда нужно уже окончательно согласовывать, полностью теряя свой начальный смысл и являются пустышкой. Вот в данный момент мы вовремя подхватили и снова зернули тем людям, кто должен так или иначе все согласовать. И третий момент – то, что сейчас, на этой неделе, по крайней мере, Министерство экономического развития в очередной раз, уже вторая попытка, выйдет с согласованным новой редакцией приказа 763 в Министерство юстиции, по которому кредитование под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности будет поддерживаться государством не в размере 70%, как это имеет место быть сейчас, исключая стартапы, а на уровне 95%. То есть, когда у нас стартапы всегда получали 100% гарантийную поддержку как государству, а все остальные максимум 70%, то сейчас мы хотим эту банку поднять до 95%, чтобы всем банкам было интересно отдавать только 5 копеек от рубля в Резервный фонд Банка России при таких сделках. Вот, собственно, все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.